В большей степени связано было с неисправностью тех приборов, которые, соответственно, у нас находились в производстве. То есть была неисправность, очень длительный процесс занимал сам процесс ремонта и отсутствие финансирования. Потом, когда соответствующее финансирование было получено, уже истекли сроки и поверки. Второй вопрос приходилось решать на настоящий момент. В принципе, вопрос этот закрыт. И думаю, что это никак не связано с тем, что люди перестали превышать скоростную режиму. То есть это в большей степени связано с неисправностью тех приборов.